В российской столице начал свою работу плену межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. По традиции заседание в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя возглавил Святейший Патриарх Кирилл. На собравшемся плену межсоборного присутствия обсуждался один из важнейших для Церкви документов, который касается ее внутренней жизни, самих ее основ, а именно таинства Евхаристии, участие православных христиан в принятии святого причастия. Этот документ готовился на протяжении нескольких лет и сейчас проходит дискуссию духовенства и мирян. Сколько дней нужно поститься перед причащением? Одни говорят, что нужно поститься неделю и ссылается при этом на тексты 17-го века, 18-го века. Другие говорят, достаточно поститься три дня перед причащением. Кто-то говорит, один день перед причащением. А кто-то говорит, если люди соблюдают все установленные Церковью посты, тогда вообще не надо специальных постов перед причащением. Эта речь не идет о так называемом евхаристическом посте, то есть воздержании от пищи от полуночи до момента причащения. А речь идет о том, чтобы устанавливать для человека дополнительные постные дни сверх тех, которые уже установлены в календаре. И вот текст содержит определенные формулировки, которые позволяют достичь единообразия. Документ призван сбалансировать позицию священников, для того, чтобы священники имели ясное понимание того, что требуется и что можно требовать от мирян, для того, чтобы они смогли принять участие в евхаристии. Межсоборное присутствие – это совещательный орган Русской Православной Церкви, созданный в 2009 году для предварительного изучения вопросов, рассматриваемых поместным и архиерейским соборами, и подготовки проекта в их решении. В деятельности межсоборного присутствия его комиссии, помимо архиереев и священнослужителей, участвуют также миряне. В октябре прошлого года была проведена плановая ротация состава межсоборного присутствия его комиссии. И сейчас участники совещательного органа впервые встретились в обновленном составе. Все то, о чем я слышала раньше, сегодня я убеждаюсь воочию в том, что действительно существует здесь подлинное соборное равноправие всех возможных членов нашей Русской Православной Церкви. Совершенно верно. Мирянка может выступать перед архиереем, она может, обычная женщина, не монахинь, не игуменю, может вступать в полемику на виду святейшего патриарха с владыкой, с митрополитом. Никто ее за это не осудит, но место не поставит. За предистанным условием, что ее позиция будет подкреплена достаточными аргументами и будет нормально обоснована. Когда идут бесконечные разговоры о сращивании Церкви и государства, об авторитарном устройстве нашей Церкви и так далее, вот хорошо бы этих людей посадить аккуратно где-то на балкон и показать, как идет дискуссия, как батюшки вскакивают со своих мест, бегут к микрофону, чтобы они видели ситуацию, когда и миряне, и духовенство спорят со своим предстоятелем, обсуждая нюансы формулировок каких-то стилистических и смысловых поправок и вещей и так далее, это демонстрирует необычайную живость вот этого церковного организма. Выступая перед членами межсоборного присутствия, святейший патриарх Кирилл подчеркнул важную роль этого совещательного органа в содействии общецерковному управлению и призвал его представителей к активному участию в дискуссиях. Вы избраны священным синодом для того, чтобы нести особое служение, особое послушание в церкви в ближайшие годы. Кто-то стал членом присутствия, потому что имеет большой опыт церковного делания на высоких должностях. Кто-то, потому что успешно трудится на общецерковном поприще. Кто-то, не занимая видных должностей, приносит пользу на том месте, куда его поставил Бог. Это касается и священнослужителей, и монашествующих, и наших замечательных мирян, которые избраны для служения в межсоборном присутствии. После обсуждения и дискуссии, которые продолжатся и сегодня, документ о таинстве Евхаристии будет передан на рассмотрение архиерийского совещания. Оно состоится в начале февраля текущего года.